Сегодня в условиях экономического эмбарго основная задача агропромышленного комплекса обеспечить россиян продуктами питания. Для этого, в частности, в Краснодарском крае оказывают всяческую поддержку личным и фермерским хозяйствам, а также дают возможность инвесторам вкладывать деньги в агропромышленное производство. Сложно поверить, но еще недавно здесь росли сорняки. Эти площади земли в Пшевском сельском поселении считались залежными. Десятки лет они не использовались по назначению. С этой весны участок, чуть больше 60 гектаров, взяли в аренду российские инвесторы. Для того, чтобы построить вегетарии, высадить в них рассаду и выращивать томаты, привлекли 12 китайских рабочих. Для получения высоких урожаев применяют технологию капельного орошения. И, как утверждает агроном, этого сельхозпредприятия при этом не используют никакой химии. На благодатной почве овощи сами с собой растут. Высокая конкуренция на рынке труда приучила их народ упорно трудиться. Работают они практически круглосуточно. Урожай получился отменный. Под пленкой его рассчитывают собирать два раза в год. Только что сорванные с грядки томаты сразу сортируют по размерам – мелкие, средние и крупные. И продают оптовикам по цене 23 рубля за килограмм. Достоинства продукции уже оценили не только жители Кубани, но и Москвы, Питера и Ростова. В перспективных планах инвестора постепенно наращивать объемы, расширять рынки сбыта, а в ближайших, уже это осенью, представить овощи, выращенные на Белореченской земле, на одной из крупнейших сельскохозяйственных выставок России.